В начале августа группа волонтёров Ленинского округа вернулась из Белгородской области. Там, в посёлке Ровенький, они передали гуманитарный груз российским солдатам, участвующим в спецоперации. Два грузовых автомобиля были переполнены вещами, продуктами и медикаментами. Помощь собирали всем Подмосковье. Значительный вклад внесли жители и предприниматели нашего округа. Нас очень радует, что среди наших друзей вот такие руководители. Руководители больших организаций, предприятий, вы нас слышите. Вы готовы нам всегда помочь в решении наших задач, наших проблем, поддерживаете наши проекты. Благодарственные письма от общества инвалидов Подмосковья получили и те, кто отправился в приграничную зону, и те, кто закупил необходимые товары на сумму свыше 10 тысяч рублей. Кроме того, отдельными благодарностями отметили детские сады нашего округа. Напомню, их воспитанники передали солдатам десятки искренних и добрых письм. Дорогие, милые, уважаемые, вам, конечно, в первую очередь поклон просто низкий, потому что у вас нет времени на отдых. Вы каждую минуту выбираете для того, чтобы соединить сердца тех, кто готов делиться, с теми, кому эта помощь очень нужна и в самое необходимое время. И не важно, куда вы для этого всякий раз едете, либо собираете эту помощь, либо уже везете там и из рук в руки передаете. На встрече не только отблагодарили тех, кто внес значительный вклад в гуманитарную акцию. Волонтеры, побывавшие в приграничных зонах, рассказали о впечатлениях от поездки и общения с русскими солдатами. Для них помощь не столько важна государственная, сколько чисто наша человеческая, душевная. Пирожки, суп горячий, теплая кровать – вот это им важно. Главное, чтобы они слышали, что мы тоже о них думаем и чем можем, тем им помогаем. Волонтеры рассказывают, эта акция не последняя. Новую партию гуманитарного груза для солдат и жителей освобожденных территорий планируют собрать и отправить уже в октябре. Олеся Попова, Кирилл Иванов, Ольга Садовская, Видное ТВ. Кирилл Иванов, Ольга Садовская, Видное ТВ.